Если бы отменить все границы в мире, да, и сказать, вот наш мир, вот он мир, да, вот, к несчастью, мир настолько неравномерно, распределение в мире настолько неравномерно и несправедливо, в западном мире человек потребляет в 40 раз больше, чем где-нибудь в Индии какой-нибудь крестьянин или в Африке, в 40 раз больше, и он не может уже без этого, он не может без этого потребления. Африканскому какому-то фермеру где-нибудь там в Центральной Африке, да ему и не снилось такое потребление, но ему не нужно это потребление, он не знает, что с этим всем делать, что делать с этим гардеробом, в котором висит 40 пиджаков, вот, или там 4 автомобиля, или 8 холодильников, или 5 телевизоров, вот, бассейн, там, он и не может себе представить. И, естественно, огромная разница в образовании, во всех вещах, да, огромная разница. И, соответственно, это, конечно, приведет к тому, что просто будет вот этот золотой миллиард, который будет, или там золотой миллион, я думаю, даже будет, а не миллиард, который будет эксплуатировать всех остальных. И, в принципе, задача глобализации в этом. В общем, в конечном итоге задача глобализации в этом, чтобы люди стали одинаковыми, ими было легче управлять. Вот, поэтому, мне кажется, что прелесть, прелесть не хорошее слово, но ценность вообще человечества, это разница, это различие, это традиции, это итальянец должен быть итальянцем. Это не значит, что он должен ненавидеть Киргиза, или, там, презирать Киргиза, вот. Западный-то мир, и вот этот мир благоденствия и демократии, он сейчас расплачивается за то, что он творил в течение нескольких столетий. В Азии, в Африке, в Америке, с индейцами, майя, североамериканские индейцы, французы в Алжире, англичане в Индии и в Пакистане, в Китае. То есть, как бы, вот этот гуманитарный, да, гуманистический, вернее, гуманистический, гуманистический ценности западного мира, вообще-то, на самом деле, это построено на крови и грабеже, изначально. А потом, о-о-о, ой, мы же этих вещепаков, пакистанцев, значит, обижали, обижали, ладно, давайте им давать теперь визы, пусть к нам едут, у нас, это самое, улицы мыть некому. Ну, вот, в этом смысле, кстати говоря, колониальная политика западных стран, она, на мой личный взгляд, очень сильно отличалась от колониальной политики России и потом Советского Союза. И в этом смысле, вот мои казахстанские друзья, они говорят, мы очень ценим Советский, что был Российская империя и Советский Союз. Российская империя спасла нас сначала от полного истребления джунгарами, а это были наймиты китайцев. Вот, а потом дала советская власть, дала нам высшую школу, академию наук, академию искусств, литературу, культуру, кинематограф. Очень мощный был кинематограф, в Казахстане, например, был мощный кинематограф, потому что Мосфильм был эвакуирован в Алма-Ату, из Эйнштейна, там снимал свои великие картины на казахфильме. Вот, поэтому, безусловно, я лично считаю, может быть я уропатриот, но я считаю, что наша, то есть Российская колониальная политика была иной. То есть у нас не было колоний, у нас росла Российская империя и большинство стран, большинство, подавляющее, почти все, которые были советскими республиками, они попросились в состав России, попросились в состав России, чтобы не быть раздавленными другими какими-то супердержавами. Вот, и казаки защищали южные границы Казахстана, и Алматы, город, бывшая столица Казахстана, была основана казаками, город верный. Вот, и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, что на самом деле глобализация это очень большое зло, и такая штука, которая чудовищно обеднит просто человечество. Вот, если представить себе, что люди все, например, становятся американцами, американскую мечту они для себя дают. А штука американская мечта. Американская мечта, какой дурак не хочет, чтобы был дом с лужайкой, с бассейном, два автомобиля у тебя, у жены, дети учились в колледже, чтобы ты, это сам, ездил на лыжах кататься зимой, вот, а летом ездил на Гавайи, вот, который ты отобрал у другой страны, там, и так далее. Американская мечта это фикция, это и казахская мечта, и киргизская, и тунгусская, и какая угодно мечта, жить хорошо. Американская мечта жить хорошо, только за счет других людей. Вот, именно, американцы потребляют, если бы весь мир потреблял столько, сколько потребляет средний американец, то нам бы хватило ресурсов на несколько дней, просто на несколько дней, воды, я не знаю, еды, бензина и всего остального. Поэтому я считаю, что, на самом деле, сила в разнообразии, а не в одинаковости. Американская мечта